уважаемые друзья здравствуйте вы смотрите прямой эфир я приветствую всех на канале гражданин т.в. я лев шлозберг сейчас 17 часов 5 минут и псковского и московского времени мы с вами сейчас открываем новый проект на канале гражданин т.в. мы назвали его люди мира в рамках этого проекта мы будем беседовать жизни в нашей стране разными людьми специалистами общественными лидерами экспертами экономистами людьми самых разных направлений жизни и говорить мы при этом будем развитие о тех возможностях которые при всех обстоятельствах открываются перед нашей страной жителями нашей страны будем обсуждать наши как это принято говорить ресурсы и надежды пусть не покажется многим из вас странным такое начало сегодня 1 сентября первый эфир сегодня первый день учебного года мы начинаем 1 сентября и я думаю что многие из вас интересующейся историей помнят что когда-то в россии 1 сентября было началом нового года не только учебного и не столько учебного сколько началом нового года поэтому вот такой день выбрали для начала нового проекта это необычный проект мы будем себя в нем пробовать и испытывать наш первый собеседник сегодня наталья васильевна зубаревич профессор географического факультета московского государственного университета человек который у многих зрителей у многих людей в нашей стране за пределами нашей страны твердо ассоциируется с пониманием того что происходит в регионах россии как живут люди в регионах как они себя чувствуют поэтому сегодняшняя наша встреча посвящена российским столицам столицам российских регионов их настоящему и будущему я приветствую наталью васильевну и буду рад увидеть ее в нашем эфире вот сейчас вижу наталья васильевна здравствуйте здравствуйте уважаемые друзья мы работаем в живом эфире я вижу чат могу сказать сразу наталья васильевна чат не видит поэтому не пишите ей письма в чате пишите письма мне те вопросы которые будут интересны я задам безусловно наталья васильевна хочу сказать в начале нашего эфира что время от времени мы будем говорить в этом эфире о наших региональных делах будем говорить о маленькой столице небольшого края пскове мы будем упоминать псковское яблоко которое поддерживает канал гражданин тв и напоминать о том что мы собираем общественные средства для избирательной кампании наших кандидатов в органы местного самоуправления которые проходят на выборах которые проходят сейчас и состоятся 11 сентября вот наталья васильевна человек очень известный и при этом я думаю что это не будет комплиментом очень скромный она кроме знания не показывает и не рассказывает ни о чем у меня есть первый общий вопрос кантале васильни россия большая страна нас больше 80 регионов и есть представление представление о том что в россии есть столицы как столицы это москва и санкт-петербург есть города-миллионники около 15 если 15 если я верно помню а в нашей стране есть собственно говоря столицы российских регионов которых даже иногда не все люди знают вот есть региона спросить какая столица чувашии вот не все могут сказать чувашию помнят чебоксары могут не назвать дали васильна как вы видите сейчас жизнь российских региональных столиц я подчеркну провинциальных вот не тех которые находятся на первом плане внимание а городов которых живет 200 300 400 500 тысяч человек как чувствовать сейчас себя центры российских регионов ну скажем прямо сейчас 2022 году как вы это видите у нас есть зрители из регионов я знаю поэтому я не исключаю что будут просто вот совсем конкретные вопросы о том как они себя чувствуют наталья сильно еще раз приветствую вас в нашем эфире как вы видите российские столицы столицы провинциальной россии давайте назовем нас так ну начнем с простого но необходимого заявления статистики по городам не существует ростат которого не очень-то финансирует выдает нам городскую статистику раз в два года и последнее что мы имеем ну что если непонятно две тысячи девятнадцатый год по официальной статистике ну вот страна такая насчет цифровизация цифровизация а вот когда надо добраться до цифр по крупным городам сто тысяч ником и больше значит и данные за двадцатый год будут вот сейчас у нас 22 но в декабре они будут поэтому рассказывать я вам могу прежде всего ориентируясь на региональные цифры с пониманием какими местами эти цифры формируются потому что когда мы например например говорим о секторе услуг то понятно что в первую очередь это региональные столицы ну возможно еще там вторые крупные города если они еще какие-нибудь богатые металлургические там люди потребляют больше если мы говорим об индустрии то тут далеко не все региональные столицы сохранили индустриальный профиль поэтому я скорее буду говорить ну давайте так аккуратно я буду отчасти предполагать потому что я не могу опираться на статистику который не существует поехали первое все региональные центры имеют преимущество потому что все исследования показывают что региональные столицы собирают мигрантов из своего региона люди туда едут это очень давняя динамика она не меняется и эти столицы подтягивают молодое население на учебу ли на работу лет и за счет этого поддерживают не все но многие численность своего населения почему миграции так важны у нас идет очень сильная естественная убыль по 2021 году терминах родилась минус умерла то есть это и есть естественная убыль страна потеряла миллион человек и только миграция спасает и она спасает прежде всего крупные города так вот все практически региональные центры притягивают население своего региона а дальше сложнее потому что в том том же пскове молодые ребята заканчивая школу до недавних пор я могу сказать сюда две ты до ковидного периода точно очень многие уезжали учиться в санкт-петербург то есть самая как бы конкурентоспособная молодежь покидала родину и уехав и отучившись большинство домой не возвращалась это относится к двум типам городов первое это те города которые недалеко от двух могучих пылесосов мы их всех знаем да это москва и санкт-петербург поэтому идет оголение столиц вокруг московской области вот всего периметра центрального федерального куверона тоже идет на городской псковской области карелии они отдают молодое население на обучение и на работу в санкт-петербург но в ковид что-то сломалось должна сказать что сейчас качество статистики она еще бы ухудшилась она и так у нас не подарок а тут стало совсем печально но некоторая логика в этих изменениях просматривается смотрите что произошло двадцатом году мы уже увидели что города которые окружают две крупнейшие агломерации регионы точнее но разговор конечно идет об их столичных городах в первую очередь они стали получать мигрантов больше а москва и питер показывали очень маленький миграционный прирост их области росли за счет миграции московская и ленинградская а сами столицы почти не показывали миграционного прироста было большое обсуждение что случилось и общем как бы решение решением экспертов было что это удаленка что когда наступил ковид эти ограничения многие стали переходить на удаленную занятость поскольку или теряя работу уже не могли снимать питере например жилье дорого но может это в ленобласти получалось и она росла действительно за счет миграции чай же вернулась домой и вот в этом в двадцатом году мы это наблюдали очень ждали 21 это надолго это тренд или это временное что называется флуктуация связанная часть только с ковидом вы знаете в двадцать первом году даже расширилось число регионов с миграционным приростом но там дурную роль сыграла изменение статистического учета перестали учитывать выбытия я не буду вас мучить этими термина но суть то что статистика стала еще менее достоверно но тем не менее вот все регионы вокруг двух этих пылесосов они продолжали иметь миграционный прирост что это значит но видимо все таки масштабы удаленной занятости в россии устойчиво выросли и это дает некоторую свободу тем кто ищет работу можно оставаться дома или вернуться домой работая в какой-нибудь питерской конторе или в московской конторе то есть миграционная динамика как-то немножко зашевелилась вопрос надолго ли а никто не знает никто не понимает долго ли эти возможности сохраняться почему по той простой причине что мы входим уже следующий нековидный кризис и в этом кризисе меняется запросы работодателей есть сектора которые просто теряют если вот перед передачей посмотрела в каких секторах у нас больше всего неполная занятость или простой или отпусками сохранения содержания но по факту уволить нельзя но людей держат либо на мизерной зарплате либо даже без нее понятно что там удаленки нет но это понятно что это автопром очень сильно выросла неполная занятость это гостиницы меньше стали люди ездить по стране это занятость в торговле вот все это показывает нам что сам рынок труда меняется спрос меняется на рабочую силу он снижается а на удаленке как мы понимаем все таки в большей мере айтишники и те кто связан вот с этой работой поэтому два разных тренда один тренд большие города меньше запрос на привлечение работников извне и одновременно у айти отрасли продолжающийся запрос на работников в том числе на удаленной занятости поэтому что будет в обскоре будет ли из него вытягиваться молодая рабочая сила как раньше или какой-то поменяется баланс но что в обскоре что в новгороде вот это очень пока еще не ясная ситуация но если брать региональные столицы в другом ракурсе не миграционном о том чем они зарабатывают они все разные до сих пор в россии сохранились такие индустриальные региональные центры все понимают что омск это омске нпз там перм это пнос перм нефти оргсинтез соответственно самаре нефтепереработка но есть столицы где от старого советского индустриального профиля осталось немного и как раз к ним относится и псков почему но все кто постарше помнит что такое многочисленные псковские машиностроительные заводы но это же в основном филиалы питерских там была какая-то вот ну в цепочке в этой да машиностроительной продукции они выполняли какую-то промежуточную функцию в основном и когда посыпалось все первыми посыпались вот эти полуфабрикатные машиностроительные заводы и псков просел с точки зрения машиностроения очень сильно новые рабочие места какой-то мере появились но размер имеет значение при прочих рамках чем крупнее город тем больше там концентрируется спрос на современные услуги все виды торговли всевозможные услуги связанные с человеческой жизнью общепит бар и рестораны более крупных городах спрос на это в целом выше и эти услуги развиваются быстрее вы скажете но а пскове же туризм все так да у вас приток у вас дополнительный спрос старинный русский город за счет туризма он развиваться должен быстрее как и новгород но проблема вот в чем и псков и новгород страдают от того что турист туда заезжает но как-то не очень ночует то есть он денег очень мало оставляет но пообедают в лучшем случае поэтому туризм нужен более оседлый чтобы гони он генерил спрос на рост гостиничного фонда или гостевых домов на рост числа предприятий общепит а теперь давайте думать а что будет пункт первый у населения падают доходы но особо не разъездишь это с одной стороны а с другой стороны а за границу то особо не поедешь и поэтому больше начинает будет продолжаться и этот шанс будет существенной мере гаснуть вот такая раскладка поэтому псков потихонечку становится сервисным центром большой там какой-то индустрии ну и будем днем со днем искать но драйверов развития можно уж по простому скажу недостаточно на ваш взгляд какие отношения складываются между региональными властями и столицами тех же самых регионов это же отдельная известная песня об отношении губернаторов и мэров городской столицы региональной власти кто чей донор кто кого кормят как развиваться как выравнивать бюджетные отношения как кормить бедные районы и при этом оставлять столице хотя бы хлеб с маслом они только с водой насколько эта проблема обострилась последние годы найдено ли решение баланса между ресурсами для регионов в которые в основном безусловно регулируют федерации ресурсами для больших городов каким образом вы видите сейчас российскую политику федеральную политику по разрешению этого по большому счету извечного конфликта который полностью не может быть разрешен но желателен баланс учитывая что я обещал каждые 15 минут напоминать нашим друзьям о том что мы помогаем замечательной гражданской команде из почти 200 кандидатов в муниципальные депутаты по всей псковской области буквально от усвят до гдова до плюсы вы видите qr-код верхней части экрана вы может быть удивитесь какие детальные требования предъявляются к людям которые жертвуют для работы политической партии в нашей стране там абсолютная прозрачность таков закон свыше 1650 человек из 72 регионов россии уже являются жертвователями друзьями псковского яблока освоили эти перечисления и на замечательном сайте адрес который вы увидите данные яблоко 60 ру инструкции для восьми самых разных банков которые позволяют вам помочь работе нашей команды не удивляйтесь сложности законодательства есть намного более сложные вещи в нашей жизни которые мы успешно преодолеваем например такая сложная вещь это отношение регионов и региональных столиц о чем я спросил сейчас наталья васильев давайте вернемся к теме наших замечательных городов начнем с политики решена простым дедовским способом дубиной поэтому конфликты мэров и губернаторов во многом в прошлом потому что тихо мирно изменилась система избрания губернатора фактически это полоназначения и нужно честно скажем это все делается командой губернатор не губернатор мэров столичных городов все это делается командой губернаторов поэтому старый накал страстей в части политической он благополучно закопан его нету потому что сидят там люди правильные на постах губернатора простах мэра второе в части экономической бюджетной тоже простым дедовским способом отобрать все что можно завести на региональный бюджет и уже губернатор и его команда будет решать более-менее кому сколько давать будешь вякоть спорить ну так выбор это в руках губернатора мэрский поэтому сначала когда эта система еще не была так лихо реформирована 30 процентов налога на доходы физлиц оставалась муниципалитетом потом сделали два это все в десятых годах происходило и последняя цифра 15 но и там потом еще идет перераспределение из регионального бюджета по каким-то формулам не формулам усмотрением черт ногу сломит короче говоря региональные центры конечно основные плательщики налога на доходы физлиц ну еще есть там типа череповец допустим да и только волокна но и череповец он побольше даже платит соответственно вам осталось 15 процентов это первое у вас денег очень мало второе я забыла добавить почему это было сделано изведено все практически базовые полномочия переведены на региональный уровень вся соцзащита практически все образование кроме коммуналки в школах фактически все здравоохранение региональные бюджеты фонда обязательно медицинского страхования и бедолага мэр отвечает теперь за внутри городские дороги вывоз мусора и чуток культурку вот на это и денег и дают все остальное эти полномочия они либо напрямую осуществляются региональной власти либо спускаются как трансфер это называется субвенция то есть это полномочия региона те деньги перекинули и ты знаешь и сказали на что ты будешь тратить как бывает соцзащите например поэтому проблемы нету она искоренена другое дело что развиваться в этой системе невозможно потому что именно города это драйвера развития крупные города региональные центры но их разделе разули связали руки ноги и говорят плыви дорогой если хоть одно исключение выше 80 региональных столиц можете ли вы показать пример региона где с уважением относится к региональной столице дают ей развиваться и люди видят перспективу развития регионального центра если хоть один такой случай и в нашей стране ну справа прямо с лёта говорю казань но если вы думаете что ей ей оставляют больше или дают больше полномочий то вы горячитесь абсолютно просто у богатого региона есть программа развития города это началось как вы помните еще с давних времен тысячелетия казани а потом все эти универсиады и далее по списку поэтому да казань развивается она получает очень хорошие деньги но система то ровно та же и мэр казани никогда не спорят с руководством республики там у них это не принято там по-другому устроена политическая система скажите вот мы в пскове в историческом городе одном из ключевых исторических корневых городов россии у нас даже очень популярна фраза россия начинается здесь мы считаем что свобода начинается здесь насколько научилась наша страна использовать преимущества исторических городов в их экономическом развитии нет нет не могу даже хоть на йоту сказать что получается смотрите исторические города мы ну какой ну давайте так если мы берем с вами города золотого кольца там да это используется потому что это близко от москвы это удобные потоки когда делали для иностранцев вот эти все маршруты знаете как делали два-три ночи в гостинице в москве потом места освобождаются заезжает следующая группа эти поехали по золотому кольцу китайцев вот так массово возили до этого европейцев отлаженная работающая машина другое дело что они оставляют денег в том же но не за переславле залезка в том же ярославле это городах владимирской области мало просто мало основные деньги остаются в москве конечно при золотом кольце если мы берем более удаленные города которые не нанижешь на туристическую тропу там совсем сложно поэтому но суздаль очень неплохо выглядит но я могу сказать что суздаль туда деньги вкладывались а федеральные в этом есть пул очень небедных людей которые осели в суздале и тоже инвестируют в гостиничные бизнесы там хорошие гостиницы для конференций для чего-то еще а там очень разнообразный фонд от таких самых дешевых гостевых домов до очень приличных гостиниц но сказать что сам город благоустроен и обихожен я бы не рискнула благоустроены обихожены туристические места и центральная улица но более-менее поэтому у нас не получается потока того нету даже не трудно сказать денег у этих городов просто нету для того чтобы это выглядело все более-менее пристойно но как-то так красиво чтобы не уходить пока далеко от пскова хотя очередь из столиц нас просто увеличивать я вижу эту початую нам нужно будет поклониться и другим провинциальным региональным столицам и около границы от того места где нахожусь я до государственной границы с эстонией 50 километров буквально меньше часа езды считалось что граница может быть тоже одним из драйверов экономического развития при том не только с европейским союзом но и с другими регионами поскольку это человекообмен обмен товаров таможенная работа сопутствующей инфраструктуры что получилось в итоге понятно что мы говорим уже двадцать втором годе со всеми его особенностями после к видными и других событий двадцать второго года вот насколько сейчас граница является барьером тупиком или остается экономическим драйвером пусть для ограниченного числа секторов экономики пожалуй уже не для чего это мощнейший барьер он не был эта граница не была очень активной и до того потому что ну поток шел в основном эстонские порты там не так много всего было и в общем страна на той стороне маленькая и как бы не очень интересная для торговых обменов транзит в основном транзит а сейчас можно забыть про эту функцию границы границы на замке остались морские для перевозок нефти из жиженного газа ну данном случае у вас одно преимущество я могу сказать повышенные выплаты ндфл от воинских частей таможни погранцов которых становится все больше то есть границы экономические практически уже не работает а людей которые вот как так не привязаны по профессии их больше и больше и они к счастью все-таки платят ндфл насколько я знаю я могу ошибаться насчет военных платят но вот хочет хоть что-то попадает бюджет псковской области поскольку весь ндфл идет в регион далеко сильного несмотря на все эти подвиги сотрудников армии силовых структур в части подоходного налога псковская область стабильно занимает последнее предпоследнее место по и по доходам бюджета и по расходам бюджета на душу населения и по доходам населения в целом когда мы дискутируем с властями на эту тему как правило власти говорят о это серые доходы на самом деле люди получают намного больше намного больше они просто прячут деньги и делают вид что они бедные на самом деле гляньте он весь псков в автомобиле гляньте 100 тысяч машин на улице пскова это не бедные люди вот на ваш взгляд в чем причина что такой уж я к нему отношусь особенным образом мой город мой регион моя родина почему такой интересный регион никак не может вырваться из той ямы в которой он находится по существу уже 30 лет в чем причина почему такая бедность вопиющие я знаю сейчас мне в чате напишет а опять про твой псков а у нас там ярославле у нас во владимире у нас в новгороде у нас в твери смоленске то же самое я смотрю статистику северо-запада экономического регулярно если псков не занял последнее место по доходам на душу населения то значит кто-то упал ниже нас вот скажу так в чем причина наталья васильевна и что и что делать это депрессивность началась 90 мы помним прекрасно это было связано со свертыванием экономических де экономической деятельности многих предприятий был очень тяжелый период и с тех пор ничего крупного псков не зашло нет рабочих мест относительно высоким уровнем оплаты труда это базовая причина в той же новгородской ну а крон хотя бы мы понимаем что там заработки повыше а у вас я даже не знаю куда смотреть чтобы разобраться может в стругах красных что-то там поболее есть какая-то предприятие связанные с питерской агломерации не знаю поскольку нет рабочих мест приличной оплатой труда ну вот и зарплата такой остается но вы не одних таких господи если идти по российским регионам у нас северо-западе просто ну что сравнивать там как бы мурманск северная зарплата в карелии все таки севера тоже с надбавкой а в архангельской с надбавкой вы себя можете сравнивать по факту только с новгородцами поскольку и там и там примерно одинаковые ну скажем так не северные условия но не не с питером же сравнивать поэтому окажись вы в рядке россии регионов центра ну так случайно да и чем вы сильно будете отличаться от костромской области да ничем абсолютно ничем не приходят инвесторы не приходят бизнесы которые бы создавали более качественные рабочие места причина одна из хотя казалось бы географическое это положение выгодное выводи из питера деньги сажай сюда и будет тебе счастье все равно зарплата поменьше одна из тяжелейших проблем демография кто будет работать на этих предприятиях потому что невероятное постарение населения но здесь вы тоже новгорода твери смоленской ничем особо не отличаетесь но невероятное постарение очень мало молодежи та которая есть стремится уехать бизнеса тоже считает свои издержки поэтому вы правы это капкан это очень тяжелый капкан и он бы мог и тут я с вами полностью согласна он бы мог немножко разомкнуться если в границе была живая открытая если бы инвестор приходил с той стороны поскольку рабочая сила но все равно заметно дешевле и до портов до чего-то рядом но не слеглось не слеглось инвестор приходил в ленобласти вы знаете что много пришло то что действительно прекрасное географическое положение и постоянный рост численности населения много молодежи выбирая между инвестор готов платить большую зарплату на уровне ленобласти хотя у вас можно было подешевле но он имеет выбор работника он имеет более развитую логистику но знаете экономика она не сентиментально она считает деньги есть важный вопрос который я сейчас обязательно задам но перед этим напоминаю и подсказываю всем нашим замечательным зрителям число которых растет и приближается к 1000 онлайн это очень хорошо для небольшого регионального провинциального канала на ютюбе мы ведем избирательную кампанию гражданских политиков людей мира псковской области псковское яблоко вы видите перед собой qr-код вы можете выйти через него на замечательный сайт с инструкциями доней . яблоко 60 . ру и наши команды везде везде как бы ни было трудно это люди которые борются за жизнь люди которые борются за местное самоуправление люди которые борются за свет в конце туннеля и возможность жизни всех тех кто живет рядом с нами все свои избирательные кампании мы ведем за счет общественных денег за счет пожертвований друзей псковского яблока огромное всем спасибо тем кто нам помогает присоединяйтесь это увлекательно и перспективно это инвестиции в регион кстати говоря инвестиции псковское яблоко, это инвестиции Псковской области. Поэтому присоединяйтесь. Наталья Васильевна, я вижу, кивает и соглашается с этим тезисом. Наталья Васильевна, я вам сейчас задам вопрос, который меня просили вам задать жители города Пскова и Псковской области. Около 10 лет назад предшествующая администрация Псковской области во главе с весьма известным уже политиком Андреем Турчаком завела Псковская область особую экономическую зону Моглина, которая находится от нас по Рижской трассе на расстоянии уже считанных километров от Пскова. Фактически она примыкает к городской черте города. В эту особую экономическую зону вложены миллиарды рублей в основном федерального бюджета, свыше 500 миллионов рублей, думаю, постепенно наскребется уже скоро и миллиард областного бюджета софинансирования. Там создана, во всяком случае, по официальным заявлениям инфраструктура для того, чтобы сажать предприятия. Вот почти вся история особой экономической зоны Моглина – это история прихода инвесторов и бегства инвесторов. Они проходят проверку через Минэкономики, эти проекты анализируются экспертами, они одобряются к реализации. Компании получают очень серьезные льготы, фактически полный пакет льгот. Все, что у них остается для платежей в местный бюджет – это тот самый подоходный налог. Транспортного нет, прибыли нет, налога на имущество нет, при том на годы и годы вперед, лишь бы только работали. И либо сама администрация идет в суд и разрывает отношения с этими инвесторами, как не оправдавшими себя, либо сами инвесторы уходят, и чуть ли не каждый второй инвестор оказывается в очень близкой перспективе банкротом и уходит ввиду прекращения деятельности. И, в общем, смотрим мы на это экономическое чудо Моглина, и печально я гляжу на это поле, на это поколение. Вообще, как существуют российские экономические, особые экономические зоны? Есть ли успешные? Если да, то в чем их секрет? Почему Моглина такое хилое и такое вот несчастное? Вот, почему нам… И с этим тоже нам не повезло. В чем причина? Ой, ну не надо, ну не стойте перед зеркалом, не изображайте из себя золушку. Большинство зон имеет ровно такую же историю. Такая же печаль? Конечно. Да ведь тассеры эти все территориальные. Как вы помните, зоны позакрывали значительную часть, потому что вложено-вложено, а дача скромнее некуда. Тассеры сейчас та же самая судьба. Свободный порт Владивосток, мама ты моя, 14 муниципалитетов, куча льгот. Ау, где бизнес? В России есть одна абсолютно успешная зона. Алла Буган, в Татарстане. И она уже заполнена была под завязку. И они просили расширить территорию зоны. Но им сказали, нельзя по закону. Вы давайте-ка ваши филиалы создавайте в других субъектах федерации. Почему нельзя? А предельный размер. В ГА, гектарах больше нельзя. Все понятно. Мы должны поменять закон, чтобы вы расширялись. Не, вот давайте вы сходите куда-нибудь к соседям ли, ну, куда-нибудь подальше. И организуйте вы, катарстанцы, да, там вот филиал своей зоны. Разбираться там будете сами с местными региональными начальниками и правилами. И, в общем, ну, как-то так. Но она реально успешна. Более-менее терпимо до ковида. Потому что я была до ковида, потом не знаю. Существовала зона Липецкая. Между Липецком и Грязями. Забыла, как она называется. Ну, там тоже была текучка инвесторов. Но все-таки как-то, еще раз, до ковида, про 22-й год я даже не говорю. Потому что там половина тех, кто был в этой зоне. Работал, были иностранцы. Полагаю, что там уже мало кто остался. И, соответственно, сейчас сжимается со страшной силой Калининградская особая зона. Это видно по тем деньгам, которые видели. Вот на покрытие льгот шли, как трансферты федеральные. Все, эпоха зон. Ну, как вам вежливо сказать? Это же было про иностранцев в основном. Ну, и наши тоже заходили. А сейчас, ну, как бы... Поэтому не разглядывайте вы свое Моглина под микроскопом. Вы видите. Можете взять большой трубу и посмотреть. Это норма. То, что вы наблюдают. Это норма. Сколько правительство будет терпеть эти особые экономические зоны? Будет закрывать или будет продолжать их финансировать? Там же идут деньги на их развитие. Это же тоже траты бюджета. Ну, во-первых, я не уверена, что идет так много. Потому что, если вы обратили внимание, все прелести льготного финансирования в основном ложатся камнем на бюджеты регионов. А есть только на федеральный бюджет. Абсолютно верно. Ну, так быть добрым за чужой счет. И это у федеральных властей просто такой очень развитый инстинкт. Да. НДС они отдавать не спешат. Не спешат. Не спешат. Поэтому, ну, я не думаю, что сейчас регионы дополнительно что-то будут явно инвестировать в инфраструктуру этих зон. Ну, давайте так. Умерла так умерла. Кто-то выжил, тот-то выжил. Скорее всего, пойдет на самотек. Обобщающий вопрос, Наталья Васильевна. Есть укропненные регионы России. Вот есть север-запад, горячо нами любимый. Есть центр, север, Урал, Дальний Восток, Сибирь, Южная Россия, Кавказ. Видите ли вы сейчас регион в нашей стране, который развивается как регион? То есть, когда регионы связаны между собой, есть внутрирегиональная и межрегиональная кооперация, общие экономические проекты, общие стратегические планы. Наивный вопрос, я понимаю. Но так хочется, чтобы хоть что-то было логично и естественно. Есть ли хоть какие-то здесь светлые пятна? Первое. Это все-таки федеральные округа. Они были нарезаны по принципу внутренних войск Российской Федерации. Поэтому у нас Тюменская область оказалась Уралом. Все географы страшно веселились по этому поводу. А бедная Забайкалья для какой-то не очень понятной целесообразности засунули на Дальний Восток. Главная черта которого – это выход к океану. Забайкалья все бросило и пошло выходить к океану. Поэтому связанность есть. И связанность есть совершенно точно. Знаете в чем? Когда есть мощный центр, куда стягиваются продукции, люди из других регионов. Вот связана более-менее центральная Россия. Потому что есть московская столичная агломерация. На нее очень многие работают. А Санкт-Петербург играет примерно такую же роль для Северо-Запада. Но опять же не всего. Коми там, Оголубки. Но Карелия, Новгородская, Псковская область, конечно, тесно связаны с экономикой Санкт-Петербурга. Но это не потому, что образовали Северо-Западный федеральный округ. И это потому, что так работают рынки и экономика. Поэтому стратегии настрогали вагоны, маленькая тележка. Эти стратегии, я их давно уже не читаю. Потому что, ну, я ногами-то на земле стою, а крыльев у меня нету и летать я не умею. А стратегии, они про полеты, да, в основном в космос. Поэтому экономические связи есть. Они формируются бизнесом, а вовсе не стратегией. Есть естественные связи. Но сказать, что, например, по Волжье, Приволжский федеральный округ весь сам из себя так посвязан, ну, не надо. Ну, не надо. Там много игроков, они играют в свою игру. Ну, а сидящее в Нижнем Новгороде представительство вот этого президента по Приволжскому федеральному округу, оно организует большие всякие фанфарные истории про то, как мы будем вместе развиваться. Без денег и без полномочий. Но бумажки писать. Всяк гораздо. Скажите, в такой ситуации, насколько качество управления, вот качество управленцев, управленческих кадров, качество мозгов, может где-то смягчать ситуацию, явных неудачных ситуаций, извините за тавтологию, а где-то позволять развиваться. Что называется, денег нет, но мы держимся мозгами и придумываем оптимизации в хорошем смысле этого слова. Правильно выстраиваем работу. Это касается в том числе и качества управления провинциальными столицами, городами, о которых мы говорим. И не только малыми такими, как Псков, но и миллионниками, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург – это города, требующие особого искусства в управлении. Вот что у нас происходит с качеством управления и регионами, но в первую очередь городами? Как вы это видите сейчас? Ну, про регионы, вы знаете, все очень по-разному. Очень по-разному. Есть очень сильные команды, например, Татарстанская, Чеменская. Там очень сильные команды. Они давно сложились. А есть «Мама, ты моя», как будто в Забайкалье. Хочешь плачь, хочешь смейся. Ну, та же Калмыкия прелесть, что такое, особенно в финансовом направлении. Ну, про Северный Кавказ я даже не упоминаю. Думаю, всем все понятно. Про города я, конечно, знаю хуже. Но могу сказать, что более зубастые, более сильные мэры, знаете где? Единственная оставшаяся ассоциация. Ассоциация мэров городов Сибири и Дальнего Востока. Каждый год я перед ними, вот уже два года, третий, не помню, выступаю, расчеты делаю. Они им помогают с цифрами. И я им рассказываю ситуацию, потому что у них цифры раньше приходят, не Росстаг, понимаете, у них все-таки более оперативно получается. И мы с ними это обсуждаем. Они сильны. Там такие, ну, женщины там, как правило, не водятся, да, в мэрах городов Сибири и Дальнего. Ну, как-то так вот, гендерно, оно там не получается. Но они вполне себе зубастые люди. Сказать что-либо подобное про города европейской части России я не рискну. Видимо, навыки выживания и какое-то отстаивание хоть какой-то самостоятельности у сибиряков, дальневосточников развиты сильнее. Потому что ссыльные, нет? Потомки ссыльных? Нет, это тоже. А дальше мы года на не сошли, уж не отменяются. И народ более самостоятельный и вольный. Москва далеко здесь, свои проблемы надо решать самим. Но есть разница. Я вот сейчас никуда уже не езжу, как вы понимаете, да. А намоталась-то я по стране десятилетиями и много. В человеческих ресурсах разница есть. Качество, стойкость, сила духа, решительность. Все это за Уралом, начиная даже с Урала. Сколько сопротивлялся Екатеринбург? Сломали, но сопротивлялся. И я считаю, что те мэры, которые даже смогли сохранить ассоциацию, собираются каждый год. И исследования за каждым. Ну, они большие молодцы. Они просто большие молодцы. Талия Васильевна, я сейчас еще раз напомню нашим зрителям о том, что это особые диалоги, это люди мира, диалоги о жизни в России, о будущем, о настоящем и будущем нашей страны. Мы сегодня обсуждаем российские провинциальные столицы, российские города с Натальей Васильевной Зубаревич, профессором географического факультета Московского государственного университета. Сегодня 1 сентября, первый день учебного года, а до Петровских времен, собственно говоря, первый день нового года. И это фандрайзинговый стрим. Вы видите в квадратике верхней части экрана QR-код, скопировав который, вы пойдете на замечательный сайт Donate Яблоко60.ru. Команда кандидатов, около 200 кандидатов от Псковского Яблока баллотируются сейчас представительные органы местного самоуправления по всей Псковской области, в том числе в нашей замечательной региональной столице Пскове. Помогают сделать жизнь людей лучше, безопаснее, перспективнее в том краю, в котором так много бедных, но так много добрых, замечательных людей. Мы помогаем этим людям. Присоединяйтесь, свыше 1650 жертвователей уже есть у Псковского Яблока из 72 регионов России. Мы ведем наши политические кампании, в том числе выборы, за счет общественных денег, за счет пожертвований рядовых граждан. И развиваем наш регион также с этой помощью. Заходите на Donate Яблоко60.ru, помогайте нашей команде. Мы будем очень вам признательны, очень рады видеть гостей из всех регионов. То есть, буквально все флаги в гости будут к нам. Наталья Васильевна, у меня к вам заключительный системный вопрос из моих. Я вижу, какая очередь из вопросов в чате. Хотя бы, ну хотя бы 10 вопросов из чата задать нужно. Хотя бы блицем. Мой вопрос. В ситуации изменившейся экономической реальности в нашей стране, как развивать внутренний спрос? Как развивать внутреннюю кооперацию? Что такое сейчас импортозамещение? Во что оно превращается? Чем оно может стать? Может ли страна сейчас опираться на свои внутренние ресурсы в том положении, в котором оно оказалось сегодня? Что делать с российской экономикой, которая в непривычной для себя ситуации, если смотреть последние 30 лет? Как там у нас вот с внутренними резервами? Поскрести по сусекам и наскрести на колобка. Спечем ли колобок из нашей внутренней ресурсной муки? Наталья Васильевна, что скажете? О такой набор вопросов я отвечу просто и внятно. Вскрытие покажет. Ну что, ну все же понятно. Ну все же понятно. Что-то импортозаместят, что попроще. Что-то спараллелят. Раньше говорили с коммуниздом, а теперь спараллелят. Ну вот как-то так. Получится, да, по потребительским товарам уже получается. Посмотрим, что будет с инвестиционными товарами. То, что доходы нам обещали падение всего лишь на 3 процента, господин Белоусов, первый вице-премьер, поживем, увидим. Хотя Росстат, когда заранее объявляет сколько, он и посчитает, так как, наверное, правильно посчитать. Не знаю. Потому что люди вряд ли согласятся с тем, что за 22-й год у них на 3 процента всего лишь упадут доходы при 15-ти процентной инфляции. Поэтому куча заданных вами вопросов означает только одно. Сядем, посмотрим и к 23-му году хоть что-то немножечко будет понятно. Не кричать, что все сдохло, не кричать, что сдюжим и все подымем, я не буду. Потому что это глупо. Виталия Васильевна, вопросы от наших замечательных зрителей. Переходим к ним. Обещаю, что хотя бы минут за 15 задам столько, сколько успею. Ирина Хедирова из Ярослава задает сразу же несколько вопросов. Я выберу из них два. Существуют ли угрозы продовольственного кризиса к концу этого года в России? Возможно ли он? Нет. Нет. Расслабьтесь. Ваши отношения, также вопрос Ирины Хедировой, к перманентно оживающей идее объединения регионов, укропнения и сокращения их числа. Идет речь о субъектах Российской Федерации. Знаете, вот пока идет так называемая специальная военная операция, я думаю, вся эта мутотень отложена в долгий ящик. А потом, какие еще выверты наши власти придумают, я вам ничего гарантировать не могу. Но сейчас не до этого. Владимир Титов из Волгограда пишет, что у него в городе в этом году усиленно идет ремонт внутриквартальных дорог. Это по программе благоустройства, это отчетность, это дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидий на дорожное хозяйство. Деньги получены, софинансированы из бюджета субъекта. И вперед с песнями работаем, отчитываться надо, ребята. Радуйтесь тому, что у вас плитку не перекладывают три раза в день, да, и бордюры не меняют пять раз в году. Так что пока все нормально. Осваивают деньги, а у вас с дорогами всегда было не здорово. Сколько продлится эта федеральная программа? Пока продлится. Это же считается как драйверу развития. Да. Потому что это спрос на стройматериалы, на рабочие места и так далее. Эти деньги будут выделяться. Объем субсидий, только субсидий. Не беру дотации, субвенции. Только объем субсидий за первое полугодие 22-го года региона. А там четверть денег – это дороги примерно, да. Вырос в полтора раза. Это будет продолжаться. Это способ контрциклической политики, то есть в условиях спада, попытаться оживить спрос на все, в том числе и спрос на рабочие руки. Наталья Васильевна, вопрос из ХМАО, из Ханты-Мансийска, от Ивана Меншенина. Он смотрел ваше интервью у Николая Солодникова. Вы упомянули Ханты-Мансийск. Он просит чуть более подробно рассказать, как вы видите его родной край. Что там будет происходить? ХМАО-югра. Вот это замечательное. Ждем декабря. Ждем декабря. Вот по газу уже все понятно. А в июле, только что пришла статистика, производство газа по сравнению с июнем сократилось на 25%. Но это Ямал в основном. Основные проблемы с нефтью, она растет сейчас до вычины. Основные проблемы с нефтью будут в декабре, когда начнет работать санкции. Поэтому дайте оглядеться до конца этого года, какую долю добываемой нефти российскому бизнесу удастся перенаправить на альтернативные рынки. От этого и будет зависеть динамика и производства, и доходов бюджета, и ваши заработные платы, и все такое прочее. Давайте смотреть в январе-феврале. Спасибо, Наталья Васильевна. Вероника, все-таки много пессимистов у нас, жизнь может быть такая, просит вас описать наихудшие экономические ситуации, наихудший сценарий экономической ситуации, как вы видите его сейчас. Я не знаю, насколько... Да. Можно? Я вижу не наихудшие, я вижу неизбежные. Абсолютно неизбежным сценарием будет рост технологической отсталости Российской Федерации. А безумные попытки сделать то, что мы до того делать не могли за огромные деньги с худшим качеством и дороже. Но в целом это уход на периферию и рост технологической отсталости. Вот страшнее этого, ну и второе, извините, еще более страшное. Это ухудшение человеческого капитала. Как за счет вымывания, утечки мозгов, которое идет довольно активно, так за счет того качества преподавания, которое сейчас мы наблюдаем в школе, то есть идеологизацию образования, это никогда на пользу качества образования не работает. Поэтому два тренда, самые страшные, технологическая отсталость и ухудшение человеческого капитала. С великой вероятностью в той или иной мере они неизбежны. Друзья, вы смотрите канал Гражданин ТВ, это региональный YouTube канал из Пскова. Этот канал организован командой Псковского Яблока. Вся наша команда работает за счет общественных денег, в том числе участвует за счет этих денег в избирательных кампаниях. QR-код на уголке нашего экрана ведет вас на замечательный сайт DonateYablock60.ru и вы сможете увидеть там все способы вложить разумно личные средства, как общественные инвестиции в работу нашей команды, в развитие нашего края, в те выборы, которые около 200 кандидатов от Псковского Яблока ведут прямо сейчас, перед 11 сентября. Но все регионы у нас на связи, не только Псков. Александр Долотов спрашивает, как предотвратить вымирание Крайнего Севера. Что делать с Севером, Наталья Васильевна? Север сжимается по людям, но не весь. Это абсолютно естественный процесс после советского экстенсивного освоения, когда на Севере создавались трехсоттысячные города с бешеными расходами на инфраструктуру. Сейчас все освоение Севера идет в основном вахтовым методом, а старые имеющиеся города используются как опорные центры для дистрибуции всего техники, людей и так далее. Поэтому сжатие Севера не является катастрофой, оно является возвращением к норме, потому что ни в Канаде, ни в штате Севера так не осваивались, как в Советском Союзе. Поэтому не надо пугаться. Другое дело, что надо помогать тем людям, которые хотят перебираться, потому что сейчас уже все-таки немножко зарабатывают и деньги какие-то есть, а в 90-е уезжали со сгоревшими деньгами. Поэтому с Крайним Севером не надо ничего делать. Его надо развивать более экологично, раз, более экономически эффективно, то есть не сажать трехсоттысячных городов, два, и в-третьих создавать там вот такие хабы, они уже, в общем, по сути есть, которые являются опорными пунктами вахтового освоения Севера. Вот от них идет вахта, а они стационары. Это абсолютно нормальная модель. Спасибо, Наталья Васильевна. Еще один вопрос, связанный с изменением системы местного самоуправления в России. Антон спрашивает об известном, безусловно, вам проекте закона Клишиса Крашенинникова о ликвидации уровня городских и сельских поселений в структуре местного самоуправления, в том числе ликвидации выбранных органов. Закон принимался в первом чтении в феврале. Мы тоже собирали петицию, тысячи подписей собрали с протестом против этого закона. Подали в комитет Госдуму по местному самоуправлению, но много что изменилось в нашей стране в феврале. Закон сначала отложили на май, потом на июнь. Второе чтение он пока так и не прошел, но вся страна вдрогнула, потому что такое радикальное изменение системы, отказ от двухуровневого местного самоуправления людей в провинциальных регионах испугал. И вот Антон спрашивает, как повлияет на экономическое развитие Псковской, Новгородской, Ленинградской областей этот закон, если он будет принят. И видите ли вы в этом законе противоречие с Конституцией? Ну, про Конституцию меня бессмысленно спрашивать. Мы давно знаем, что местное самоуправление отделено от органов власть, но теперь Конституцию поменяли, и у нас теперь это все публичная власть. С юристами разговариваете. Второе. На экономику это не повлияет никак. Просто никак. Это надо понимать. И это попытка, инициированная регионами, сэкономить расходы бюджета на второй уровень. Ну, хоть там три инвалида, но все равно это какие-то бюджетные деньги. Поэтому эта инициатива региональная. Это не федералы бежали впереди паровоз. Поэтому, скорее всего, это дело до конца доведут. Поставят старосту в этих бывших поселениях. Староста будет доводить до районного начальства нужды и чаяния трех бабушек, которых он посетит. Все это очень горько. Все это очень печально. Честно вам скажу. Есть места, где такая схема должна вводиться. Есть места. Потому что обезлюживание уже такого масштаба, что надо менять как-то систему. Беда России состоит в том, что если у нас что-то делается, то делается под копирку везде. Вот в чем дурь происходящее. Потому что какой-то формат для бабушек в удаленном поселении Псковской области или Костромской, где там 40 километров, можно придумать какой-то промежуточный формат. Ну а дурикам просто все. Можно я скажу просто? Чего заморачиваются? Ну чего заморачиваются? Снесли к чертовой матери и живем спокойно. Вот он способ думания и принятия решения. Друзья, вы смотрите прямой эфир между Псковом и Москвой. Мост на канале Гражданин ТВ. Наталья Васильевна Зубаревич, профессор географического факультета Московского государственного университета, специалист по российской региональной провинциальной жизни. Это стрим на канале Гражданин ТВ. Это канал Псковского Яблока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, будете узнавать наши новости. И очень важно, напоминаем еще и еще раз, вся наша команда работает в обществе и в политике за счет пожертвований рядовых граждан России, которых уже свыше 1600 человек. QR-код в верхнем уголке экрана, donate.yablokor60.ru. Помогайте нашей команде, помогайте нашим кандидатам, около 200 кандидатов прямо сейчас, бороться за доверие своих соседей, своих знакомых и незнакомых людей на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, которые состоятся 11 сентября. Вопрос очень региональный. Станислав Крючков спрашивает, Наталья Васильевна, как вы видите возможности экономического взаимодействия Саратовской области и Казахстана? Насколько я понимаю, идет речь о трансграничном взаимодействии. Может ли это сейчас быть драйвером развития Саратовской области? Не актуально. Я не знаю, как должна пройти вот эта вот дорога, то Меридиан, который идет мимо всех, не через столицы, то Автодор, который идет по столицам, по волжских регионам, до сих пор же ничего не принято. С вашей стороны границы полупустыня почти, что и с той стороны казахстанской границы тоже. Ни людей, ни близкой экономики особо нет. Ну, знаете, как бы, когда два субъекта своими пустыми местами повернуты друг к другу, я бы не ждала больших результатов, а какого бы то ни было, там, трансграничного сотрудничества или дороги, вряд ли. Наталья Васильевна, Виктор Майя из Калининграда просит прокомментировать ситуацию калининградской депрессии, как он пишет, глубокой. Ой, там тяжко. Ой, тяжко. Ну, смотрите, во-первых, практически вставал автотур, эта сборка, там больше 250 тысяч машин собиралось. Остались корейцы, немцы ушли из сборки. Каким-то образом удалось протащить, по-моему, в июне или в июле немножко комплектующих, чтобы на месяц... Их же отправили картошку копать, ну, чтобы было понятно, да. Не было комплектующих, а немецкая сборка просто ушла. Дальше. Резиденты особой зоны, их становится все меньше, потому что, ну, там в этой зоне часть производства была... Сделал там, да, и назад отвез в Европу. Все, до свидания, это не работает. Соответственно, трансграничные переезды дико усложнены. Литва закрывала границу. Сейчас, слава богу, железнодорожные перевозки из России в Россию уже, то есть в Калининградскую область, все-таки восстановлены, а авто нет. То есть, понимаете, получается дикое удорожание логистики, закрытие крупнейшего производства, сокращение, очень резкое, резидентов особой зоны, невозможность вести уже где-то с 18-го, ну, сейчас-то уж совсем невозможность, вести малый и средний бизнес на трансграничной торговле с поляками и литовцами. Ну, что дальше объяснять? Ну, вот так эксклав наш получил. Забайкалье просит прогноз ваш на Забайкалье. Вы сейчас уже прокомментировали, что Забайкалье оказалось на Дальнем Востоке по чудесной логике административно-территориального отделения федеральных округов. Но, тем не менее, какие перспективы у Забайкалья? Понимаете, вот мы с вами про одно, а люди про перспективы, перспективы. Что с Забайкальями? Правильно они думают. Хочется надеяться на лучшее, пока особо никаких. Потому что я мучительно сейчас вспоминаю, где вот этот медный покой в Бурятии или в Забайкальском крае. Удакан где сидит. По-моему, все-таки в Забайкалье. Там 30 километров дороги проложили и залегли. Цветные металлы, то есть руды какие-то. Ну, там не бог весть что. Слушайте, ну, это депрессивный регион. Реально депрессивный регион. По-настоящему. Выпусковичи еще и, что называется, не видели такого. Поэтому такого депрессника, как в Забайкалье. Хотя, читая, 400 с лишним тысяч, какая-то там жизнь все-таки есть. Но с точки зрения экономики, у вас хоть там Санкт-Петербург не так далеко. Случай чего работу найдете. А в Забайкалье-ка. Поэтому, псковичи, я вас очень люблю. Но не думайте, что вы самые чебурашки. Чебурашек в России ох немало. Алло, Васильевна, что делать с российским депрессником? Как вы вот уже, наверное, в этом эфире не один раз упомянули. И он касается в большей степени провинций. Мы же с вами еще не обсуждали малые города. И исторические, и не исторические. Города, созданные как рабочие поселки около, допустим, кирпичных заводов, как те же Струги Красные, о которых вы упоминали. И заводов уже нет никаких. А поселки остались, и надо людям жить и кормиться. Мы еще до этого, можно сказать, в нашем разговоре не дошли. И это особая депрессия. Особая. Это совсем не региональные столицы. С нашими все-таки проспектами, освещенностями и салютами на день города. И так далее. Депрессия. Чем лечится? Вот это глубокая провинциальная региональная депрессия. Где таблетка? Она быстро не лечится, от слова совсем. Потому что многие виды экономической деятельности советского типа отмерли. А на смену не пришло ничего. Второе. Она лечится тем, это не лечение, это по-другому называют, тем, что люди оттуда уезжают. Они сжимаются просто. Молодежь уезжает практически тотально. Остаются старшие возраста. Там, где это пригородное положение, где лучшее географическое положение инвестор прийти может. В далеких заброшенных местах, где это были какие-то рудники, шахты, которые стали нерентабельными, инвестор не придет. Вот вы знаете, я не умею рассказывать красивые сказки. То, что было нормально в советской экономике, в экономике, где деньги считаются, отмирает. Самое страшное, это люди страдают из-за этого. Вот это самое страшное. Это первое. Второе. Чуть легче можно было бы жить, если бы в России был другое отношение и другой климат предпринимательский для малого, среднего бизнеса. Он бы там как-то все-таки крутился. Но поскольку климат примерно одинаковый, такой суровый, арктический, то крутиться довольно сложно. Вот это сочетание невозможности, частной инициативы или ее ограниченности. И вот ухода от старой советской системы расселения экономики вместе дает ту меру депрессивности страшную, которую мы наблюдаем. И последнее, можно сказать, страна огромная. Это ведь тоже издержки. Страна огромная. Трудно подтянуть инфраструктуру, денег не хватит, да и все на Москву идет. И так далее. Поэтому думайте сами. Татьяна из Мурманска очень просит сказать слово о Мурманске. Скажите слово о Мурманске, Наталья Васильевна. Статья демографическая идет довольно активно и продолжается, и будет продолжаться. Далее, временный такой вот толчок развития дало формирование базы для перегрузки газовозов ледового класса на обычный. Но сейчас мы не понимаем, что будет транспортировка СПГ, но под Мурманском строится огромный такой перегрузочный порт прямо в губе, да. Он, наверное, достроится, но уже той мерой масштаба и столько бизнеса для города он, скорее всего, наверное, давать не будет. Дальше. У рыбаков куча проблем, связанных прежде всего с судоремонтами, потому что Норвегии не принимают уже на судоремонт. Но это моральный протест по полной программе. А рыбачить надо. Поэтому и можно последнее скажу? У Мурмска чертова точь проблем, но это не самый худший вариант. Все-таки есть точки развития. Можно я скажу самое? И вам бы губернатора поменять бы. Все-таки было бы лучше. Я все-таки птиц щебечущих немножко вот иронически воспринимаю. Это Наталья Васильевна Зубаревич, профессор географического, не перепутайте, ни политологического, ни политического факультета Московского государственного университета. Это прямой эфир на канале Гражданин ТВ. Прямой мост между Псковом и Москвой, между провинцией и столицей, между историей и тоже историей. Это канал Псковского Яблока. Вы видите ссылку на QR-код поддержки кандидатов от Псковского Яблока на выборах депутатов местного самоуправления Псковской области. Около 200 кандидатов баллотируются на этих выборах, которые состоятся 11 сентября. Ваше участие бесценно. Присоединяйтесь к более чем 1600 жертвователям из 72 регионов России, которые сейчас поддерживают нашу команду. Донейт Яблоко 60.ру. И из Псковской области не могу все-таки не задать вопросы. Я вижу, сколько представителей регионов сейчас онлайн в нашем эфире очень хотят люди. Ваш взгляд, Вашу оценку два особых региона по очереди назову. Сахалин. Что делать с островым? Беда. Беда. Спад промышленного производства почти в два раза. Встал СРП Сахалин-1. Оттуда ушел Эксенмобил. Сейчас будет судиться. Соответственно, там добыча нефти почти прекращена. В Сахалин-2 государство российское перевело в российское юридическое лицо. Шелл ушел и тоже будет судиться. Соответственно, японцы остались. Никаких новых инвестиций не будет в шельфовые следующие проекты. Там, третий, четвертый, пятый Сахалин. То, что технологии это Шелл и Эксенмобил. И, соответственно, ну, будут дорабатывать то, что есть. То есть взлет Сахалина был фантастическим. Денег у бюджета было немерено. И сейчас очень много. 22-й год, пока такие цены на нефть и на сжиженный газ, бюджет Сахалина чудесно себя чувствует. Чудесно. Но это закончится. Это надо четко понимать. Поэтому там энергичный губернатор. Они пытались много чего-то делать, с водородной энергетикой работать. Но сейчас у них идет вот развал старой схемы. Что будет на ее месте? То есть два работающих проекта СРП коряжутся сейчас. Посмотрим. Но перспективы резко ухудшаются. Это был вопрос Анастасии Титовой из Сахалина. А Ольга спрашивает вас про Краснодарский край. Какова ситуация в Краснодарском крае? Хорошо. Прекрасный амортизм. Аграрные преимущества этой территории убить невозможно. можно не допустить полетов самолетов в рамках спецоперации. Но аграрные преимущества остаются. Там проблема в другом. Россия подограничила экспорт зерна. И тем самым аграрии в этом году будут зарабатывать хуже. На внутреннем рынке цены на зерно падают. Ну, хотят, чтобы хлебушек был дешевый. Или там у них была газовая война, сейчас, может, зерновая война. Я не знаю. Я не знаю. Но суть в том, что это мощнейший аграрный регион. И это регион портовый. Ну, сейчас сдержанно они работают, потому что есть вопросы, связанные со спецоперацией. Тем не менее, портовые преимущества не правы. Третье. Это регион, куда массово едут люди со всей России. Тепло. Хорошо. Поэтому Краснодар, ну, хотя он стал миллионником за счет прирезок, как и Красноярск, как и Воронеж. Неважно. Он прет. Там население действительно растет. Поэтому юга российские, благословенные, да, на фоне всех наших не черноземей, да, и северов, это место, где, конечно, кумовство чудовищное, где рука руку моет, да, но жить дешевле отчасти, ну, кроме жилья, жилье сейчас очень дорого стоит, теплее и, наверное, комфортнее. Вот такой оптимистичный прогноз у Натальи Васильевны для Краснодарского края. Между тем, региональные вопросы продолжают поступать. Юрий Шарабуряк спрашивает, что можете сказать о Кузбассе? Беда была. Значит, вот если про Сахалин, мы понимаем четко, что это пока не потеря доходов при такой цене, но это потеря абсолютно перспектив, и, в общем, понимаем, что эти проекты дальше раскручиваться не будут, то на Кузбассе все началось уже. Уже сократилась в России добыча угля на 10% в июле по сравнению с июнем, потому что с 10 августа запрет на экспорт угля в Евросоюз. Перетащить много на восток большой вопрос как, потому что Транссиб забит. неизбежны абсолютно снижения объемов добычи угля. Это рабочие места, это доходы бюджета. Пока при такой мощнейшем росте цен на уголь с бюджетом все прекрасно. На первой полугодии у них все хорошо, но уже в 23-м году проблемы неизбежны. Поэтому Кузбасс ждет депрессия довольно серьезная, потому что в отличие от нефтяного экспорта, который танкерами морем, уголь возится из Кузбасса по железной дороге, а провозных мощностей больше особо нет. Поэтому придется столкнуться с рецессией и серьезно. Наталья Васильевна, вот Юрий Новицкий пишет прямо, Россия будет китайской колонией. Вот прямо такое заявление. Насколько это заявление с точки зрения рынка может быть обоснованным? С точки зрения экспорта, да, он поворачивается на восток, но не только Китай, в Индию. До сих пор покупали уголь российские и Южная Корея, поэтому рынок-то сбыта пошире, конечно. А вот по экспорту Китаю столько всего не надо, не забывайте об этом. Что-то возьмет, что-то он диверсифицирует. Теперь по поводу того, чем нас снабжают. Поскольку утрачивается во многом рынок импорт из Евросоюза развитых стран, то, соответственно, да, замещение китайской продукции частично будет. И вот если взять долю Китая во внешней торговле России в 2021 году, это где-то было 19% всей внешней торговли округляет. Но оценки людей, которые в этом понимают, это не я, что на максимуме это может быть до 40%, но за 30% это улетит наверняка. То есть это еще не монозависимость, но уже в 2021 году из всего импорта из Китая в Россию, из всего объема, половину составляли машин и оборудование, не тряпки, машин и оборудование. Понятно, что их доля, их объемы будут расти. Поэтому зависимость вырастет. Давайте так, я стараюсь не употреблять слов колония, подстилка, еще какой-либо гадость. Да, зависимость будет расти и сильно. Это правда. Рядом с вопросом о Китае не мог не появиться вопрос Дмитрия. Наверное, ряд регионов, парад регионов мы на этом завершим в этом эфире. Какой прогноз по Приморскому краю? Что скажете о Приморье? Во-первых, его значимость вырастает очень существенно. Точно будут дополнительные средства вкладываться в расшивку узких мест. Это подъездные пути, это портовые терминалы, расширение их мощностей. Потому что это сейчас главное окно в мир для российского экспорта и в очень большой мере для российского импорта. Частичные деньги все-таки были вложены, когда был саммит АТЭЦ, сам Приморский, простите, в сам Владивосток. Миграционный отток простите, из края или около нуля или очень небольшой. Поэтому возможно будет создаваться больше новых рабочих мест, потому что ну просто значимость этой экспортной импортной точки возрастает. Я слабо верю в быстрое развитие какого-либо это ни было машиностроения, потому что и стоимость рабочей силы повышенной и утраченной навыки на многое. Посмотрим, что будет в Большом Камне, как они там газоозы будут клепать. Соответственно, я бы так сказала, Приморский край будет что-то терять, как они почти потеряли сборку автопромоску. Это Мазда Солерс у них, она сейчас, по-моему, не работает. Что-то приобретать, но в целом деньги туда вливаться будут, потому что геополитическая и геоэкономическая прежде всего значимость Приморья возросла. Наталья Васильевна, все-таки регионы стучатся нам в дверь. Давайте, может быть, в Блиц-режиме. Я чувствовал, у меня было предчувствие, что мы придем от академического часа к академической паре, но все нормы вузовского приличия показывают, что после академической пары должна быть перемена и звоночек. Поэтому нам нужно пощадить Наталью Васильевну и в какой-то части аудитории. Она аудитория растет. Мы перешагнули онлайн за две тысячи участников нашей сегодняшней беседы, и это очень хорошо и для регионального канала, и даже для федерального канала это очень неплохо. Несколько заключительных региональных вопросов, и у меня будет вопрос уже завершающий от собеседника. Елена Матвеева просит сказать, наверное, доброе слово про Алтайский край. Аграрная экономика более-менее устойчива. Там проблемы вывоза зерна, потому что и льготный тариф не дают, и дороже вывозят. Все остальное как-то. Барнаул как центр стягивает еще очень пока большое сельское население. Это вопрос о региональных центрах. Но те, кто в Барнауле, очень часто уезжают учиться в Новосибирск или ищут работу в Новосибирске. То есть в обмене с полуторамиллионником в Новосибирске региональная столица проигрывает. В целом край небогатый, но аграрная экономика сейчас все-таки устойчива. Гораздо более устойчива. Посмотрим, что будет с Зарецким, с Коксахимом, с Новоалтайским вагонным заводом. Рубцовск там уже депрессивный, ничего не меняется. Ну, как вам сказать, прекрасная белокуриха. Всем рекомендую, всем рекомендую. Зимой горнолыжка, круглый год лечебное, оздоровительное, очень хорошее место. Прорекламирую Белокурихов, где благодаря Володе Рыжкову я лет так 16 ежегодно приезжала и вякала. Ну, надо же чем-то отблагодарить. Вот пытаемся. Вот, видите, Володя Рыжков, приглашая Анатолия Васильевна в Белокуриху, в Алтайский край, создал замечательный образ места, куда нужно приезжать людям для разговоров о главном. Я хочу подтвердить, что из Алтайского края у Псковского яблока тоже есть жертвователи. Так что не только Белокуриха единым, но у нас есть жертвователи из Алтайского края. Друзья, это стрим на канале Гражданин ТВ, это канал Псковского яблока. Мы работаем за счет помощи граждан России из 72 регионов, в том числе из Алтайского края, и из Воронежа, и из Челябинска, и из Бурятии, и из Булгограда. Все, что мы сейчас видим в нашем замечательном чате. Мы ведем сейчас огромную избирательную кампанию, около 200 кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области. Выборы 11 сентября. Каждый рубль на вес золота. Помогайте, присоединяйтесь, участвуйте к QR-код в верхнем уголке экрана. Донейт яблоко60.ru сайт со всеми инструкциями для банков в строгом соответствии с законодательством. Сразу несколько вопросов, Анталия Васильевна. Вы, наверное, упоминали про Воронеж и накликали. И Марина спрашивает о судьбе Воронежа. И Николай Литвиненко спрашивает о будущем Воронежа. Обратите внимание, судьба и будущее, все обращено в завтрашний день. Что скажете про Воронеж, который не догонишь? Ну, я вообще-то понимаю, что сейчас это все отягощается соседством, известной границей. Тут я ничего не могу сказать. Сам по себе город Воронеж миллионник. Ну, прирезанный, но он настоящий живой, миллионник. С неплохой высшей школой, с существующим IT-сектором. Да, там есть какая-то еще оборонка, они клепают что-то. Но главное в этом городе не то. Главное, что и строительство более-менее живое, потому что спрос есть на жилье. Воронеж, вы знаете, вот это тот случай, когда город лежал просто в очень плохом состоянии в 90-х и в начале нулевых. И вот где-то со второй половины с конца нулевых он начал переформатироваться. Конечно, во многом благодаря Гордееву, им повезло очень с губернатором. Но суть в том, что Воронеж сейчас миллионник, вот нормальный, развитый. Боюсь только, что сейчас там многие культурные инициативы, которые они делали, сейчас будет проходить через фильтр нашего ура-патриотизма. Я затрудняюсь сказать, чем это закончится. Но то, что город живой и интересный, без всякого сомнения. Спасибо, Наталья Васильевна. Просьба из Челябинска, буквально Челябинск, восклицательный знак, про Челябинск, пишет Дарья Калинкина. Челябинск столкнется с проблемами в силу отраслевой специализации. Как вы знаете, на российских металлургов наложены санкции, фактически запрет на вывоз в Евросоюз, в Америку еще можно. И магнитка не Челябинск, но влияние магнитки на состояние экономики области очевидно. А Челябинский электрометаллургический комбинат тоже, по-моему, не может вывозить. Поэтому вот гиперметаллургическая специализация всей Челябинской области неизбежно скажется на а. доходах бюджета региона, а стало быть и город Челябинска, потому что все же получают из регионального бюджета немалую часть трансферта. Б. И этот город все-таки всегда отставал от Екатеринбурга, не обижайтесь, пожалуйста, по широте и разнообразию, и культурной, и экономической жизни. Он всегда шел вторым. И тут особо ничего не изменилось. Но общее ухудшение для металлургии сделает как бы более проблемным и развитие города Челябинска. Виталия Васильевна, республики подтянулись, и я думаю, что где-то здесь нам нужно все-таки аккуратно завершать пару, несколько подряд реплик, Бурятия, Башкирия, Мариэл. Я понимаю, что они очень разные, вот, Башкирия и Мариэл, как говорится, масштабы, но тем не менее, Бурятия, Башкирия, Мариэл. Бурятия бедна, Бурятия очень активно притягивается в Улан-Удэ, местное бурярское население, работы особо нету, поэтому именно оттуда такой был большой набор контрактников, ну, вы понимаете дальше, почему так. Больших драйверов для развития я пока не вижу, восточный берег Байкала, они пытаются развивать в рамках роста внутреннего туризма, посмотрим, но они стараются что-то сделать, все остальное у меня экономического понимания особо нет, не вижу, но вертолетный завод я не знаю, какое состояние было, да, тут уж к военному, пожалуйста, никому нет. Следующий, что у нас там, Башкирия, Башкирия, Мариэл. Башкирия требует отдельного разговора, все крайне непросто, крайне непросто, и это в очень значимой степени связано с качеством управления региона. Я позволю себе на этом остановиться. Мариэл. Я ничего не знаю, просто не знаю, я не знаю, там, по-моему, новый губернатор, да, там кого-то десантировали, по-моему, из Госдумы, не в теме, ничего особо не происходит. И возвращаемся к городам, к большим городам, на сладкое я оставлю наш северный пригород, а перед этим Ростов-на-Дону, пыл уже Краснодар, и вот Папа Ростов рядом. Что скажете про Ростов-на-Дону? Пока ничего не скажу, до тех пор, пока тем или иным образом не завершится спецоперация. Это хаб военный, фактически. Поэтому, что там и как будет дальше, аграрный сектор там сильный, это мы все понимаем. Машиностроение в виде господина Бабкина и его рост сельмаша растет, развивается, потому что все западные сборщики в комбайнах ушли, и рынок освободился. Что там в шахтной зоне, там депрессия, то, что называется восточный Донбасс на территории Ростовской области. Волгодонск, как работает этот атомаш, так он и работает. Но пищевка сильная, мощная, порты, большие проблемы сейчас вывоза зерна, еще и потому, что это порты Азовского моря, дальше можно, не объясняют. Поэтому тормозом сейчас является геополитическая ситуация. Саратов-Оренбург очень хотят узнать свое состояние. Максим спрашивает о Саратове-Оренбурге сразу. Наверное, сильный спад промышленного производства был все конец весны и начало лета, потому что там одновременно газовая добыча сокращалась, нефтедобыча сокращалась и металлургия. Многовато для одного региона проблемных отраслей, поэтому смотрите внимательно, но у вас ущербы будут совершенно точно, просто у вас набор отраслевой специализации такой. Саратов, да не жил хорошо, нечего привыкать. Наталья Васильевна, Север не оставляет нас, Республика Коми, пишет Нуртчампик. Есть ли шанс на преобразование, помимо русифицированной Карелии, вот так и называется русифицированная Карелия, Коми единственная национальная республика на северо-западе? Произойдет ли ее полная ассимиляция? Слушайте, ну ладно вам, по одной из прошлых переписей могу ошибиться, да, на пару процентов. Доля карельского населения в Республике Карелия была, ну по памяти говорю, что там от 9 до 11 процентов. В Республике Коми эта доля была не то 22, не то 23 процента. Ну хорош мериться доконечностями, они не так сильно отличаются друг от друга. Действительно, Коми-культура развита, сохранилась больше, там больше энтузиастов, людей, которые стараются это поддерживать. Но экономика-то вся, Коми-культура и Коми не имеет практически, ну слушайте, ну уголь, нефть, дальше, газ, и целлюлоза, бумажная промышленность. И еще лесозаготовки. Ну, и беда в том, что Республика Коми, к сожалению, уже 2 или 3 года подряд показывает депрессию, спад промышленного производства. Все сжимает, старые месторождения, старые, они сжимаются. У Карелии по-разному, но у Сигежи груб сейчас, очень большие проблемы. У Сигежи 85 процентов производства, этой группы, да, а это, сейчас я вспомню, ну да, так и есть Сигежи, шло на Европу, а сейчас закрыт ввоз древесины и лесопродукции. Поэтому там тоже будет спад. У Коми спад уже устойчиво идет несколько лет. Поэтому ладно вам про долю титульного атмоса, проблемы-то в другом. Сергей просит прокомментировать Орел, я все пытаюсь как-то закруглиться, а города все приходят и приходят. Давайте завязывать, потому что у меня все-таки ковидное, и у меня глотка не выдерживает. Вопрос про Орел и мой заключительный. Если можно, про Орел, и потом выходим на финал. В Орле ничего особо экономически развитого так вот еще со стройских времен так и не возникло. Соответственно, они живут бедно, действительно. Больших производств, днем за днем поискать, ну, меценский там какая-то литейка, маленький центр, ну, вы знаете, принципиально ничего не меняет. Беднеют люди, как и все, из-за инфляции, новых рабочих мест там особо нет. Он такой, ну, я не хочу всем приклеивать ярлык, депрессивный, но это недалеко от депрессии. Карл Васильевна, я очень люблю Петербург. Я вот честно признаюсь перед всеми нашими жителями всех, из всех регионов. Это для меня родной пригород, я его так и называю, наш северный псковский пригород, построенный в том числе на псковских костях Петром Алексеевичем, Романовым, великим в начале 18 века. Ну, Петр жил у нас здесь, буквально в 300 метрах от места, где мы сейчас находимся, в палатах купца Ямскова, в Пскове известного купца. Свыше 300 книг, кстати говоря, было в его библиотеке в начале 18 века, в том числе музыкальные книги. Это была уникальная библиотека, это был человек европейской культуры. Я приезжаю в Петербург по возможности, стараюсь, чтобы была возможность почувствовать город, прогуляться. Вы знаете, у меня такое впечатление, что Петербург из города столичного становится провинциальным городом. Я ошибаюсь, или может быть это просто мое к нему такое особое личное отношение. Как вы видите, сейчас Петербург это столица, одна из столиц России, вторая столица, культурная столица, или это тоже провинция, но чуть-чуть побогаче. Как вам видится Петербург? Что-то, что-то как-то вы наехали на Санкт-Петербург. Ну так потому, что все палкинские, все питерские, все псковские, все питерские, они нам родные люди, я к ним так отношусь, как совсем к соседям. Ну давайте так, все-таки за 2000-е, 2010-е, конечно, Петер очень изменился, он, конечно, стал лучше. Другое дело, что там качество управления городом очень неплохое. Ну да, есть эта проблема. Но сейчас вот им поперли бешеные деньги. За первое полугодие 22-го года, благодаря немереным ценам на газ и на нефть, доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли на 72%. Понимаете, он почти удваивается. И в этом году у Питера будет точно больше триллиона рублей доходов. Вот мне интересно, вот эта денежка, как будет освоено, что будет сделано, опять шушары, где 25-этажка одна за другой, третьей погоняет, но ни школ, ни садов, ни нормальных парковок толком нету. Вот что будет? Поэтому город изумительный, люди интереснейшие. Конечно, это вторая столица, но качество управления этим городом, ох, даже уже не слезы вызывает. А я даже не знаю, какими словами мою эмоцию можно описать. Друзья, это канал Гражданин ТВ, прямой эфир, Псков, Москва, Наталья Васильевна Зубаревич, профессор географического факультета Московского государственного университета, я, Лев Шлозбек, ее собеседник из древнего Пскова, и это общественный канал на ютубе Псковского яблока, команда, которая работает с вашей помощью за счет общественных средств, в том числе ведет выборы в органы местного самоуправления Псковской области к 11 сентября. Видите в верхнем уголке QR-код на замечательный сайт Donate Яблоко60.ru Присоединяйтесь к более чем 1600 жертвователям Псковского яблока, и это имеет огромное значение для всех наших гражданских команд. Мой заключительный, заключительный вопрос Натальи Васильевны может быть неожиданный, но вы сами мне его подсказали, Наталья Васильевна, и на этом наша академическая пара завершится. Представьте себе, что создан Союз Свободных Городов России. Союз Свободных Городов России. И вы его спикер, я не буду говорить председатель, вы не мэр, вы ученый, вы исследователь. Вот вас пригласили на собрание мэров российских городов, перед вами сидит почти 100 человек, за каждым из них люди, 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 и они спрашивают у вас все, как один, Наталья Васильевна, как жить? Как жить-то? И вот вы, ученый, доктор наук, перед вами главы администрации, мэры российских провинциальных столиц. И они вас спрашивают, как? Как жить? Скажите, что вы, представьте себе такую ситуацию, что вы им скажете, что вы им посоветуете, этим людям, несущим огромную часть ответственности? Первое. В период нынешнего политика экономического цикла, я аккуратно очень обозначаю, они изменить ничего не смогут. Но все когда-то меняется. Поэтому первое, что должно происходить, это действительно интеграция муниципалов с попыткой перерулить систему полномочий и финансирования местного самоуправления. только мощным давлением снизу можно будет что-то сделать. Регионы сами на это не пойдут, им это не надо. Только низовое мощное движение именно мэров региональных столиц и других крупных городов в изменившихся политических условиях при поддержке населения этих городов, которым надо еще добиться и объяснить, может поменять ситуацию в сторону ну хоть какого-то возврата местного самоуправления. Без этого Россия нормально развиваться не сможет. Вот я в этом месте вспомнил, Наталья Васильевна, сердечное вам спасибо, как называли депутатов времена земской реформы Александра Второго. Гласные, гласные, немолчащие люди, мы всех вас призываем не молчать. В завершении сегодняшнего эфира у меня неожиданное предложение. Я уверен, что во всех тех регионах, в Москве, в Петербурге, в Сибири, в Урале, в Дальнем Востоке, люди, которые смотрят нас сейчас, есть жители города Пскова. Представляете себе, псковичи везде. Они разъехались из нашего маленького уютного города по всей стране. Уважаемые псковичи, не живущие в Пскове, дорогие мои, 11 сентября в нашем с вами родном городе будут выбрать депутатов городской думы. И наше родное правительство в лице избирательной комиссии Российской Федерации разрешило в городе Пскове среди семи регионов России эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Это, как вы знаете и слышали, то еще развлечение. Но, дорогие друзья, если вы не можете 11 сентября посетить город Псков и лично прийти на избирательный участок, любой из 85, и поддержать честных кандидатов от Псковского Яблока, пожалуйста, до 5 сентября, только до 5 сентября у себя в личном кабинете на госуслугах зарегистрируйтесь на дистанционном электронном голосовании в городе Пскове, если вы прописаны в Пскове. Не оставьте нас без вашей поддержки. Каждый ваш голос бесценен. Вас тысячи, тысячи людей, живущих за пределами Пскова, но прописанных в Пскове, связанных с нашим городом своими узами. Не упустите возможность нас поддержать. Что будет с этим голосованием? Один бог знает. Но если вас не будет, то будет очень тяжело и очень трудно. Наша команда ждет вашей помощи. Помогайте. Не можете приехать. Голосуйте дистанционно. Мы сделаем все для того, чтобы защитить ваши голоса, в том числе в Москве, в ТИК ДЭК. Мы сделаем все, что в наших силах. Но возвращаясь к нашей сегодняшней беседе, Наталья Васильевна, я хочу вас и поблагодарить, и поздравить. Мы собрали с вами сегодня более двух тысяч зрителей онлайн, и это большая лекция. Я уверен, что при досмотре этого эфира на записи, в записи на канале Гражданин ТВ еще тысячи и тысячи людей услышат вас. Да, не на все, не на все региональные вопросы мы ответили, но главное, главное, что мы услышали в этом эфире, люди, не молчите. Боритесь за свою жизнь, боритесь за свои города. Вы сказывайтесь, требуйте, заявляйте. У всех есть будущее. У нас есть будущее. У страны есть будущее. У наших городов есть будущее. У нашей молодежи есть будущее. Важно не молчать. Наталья Васильевна, я вам сердечно признателен. Вот никто не поверит, это первый наш в жизни разговор с Натальей Васильевной, когда мы видим друг друга хотя бы на экране. Никто не поверит, но мы лично раньше никогда не встречались. Я написал Наталье Васильевне, если быть совсем честным, давайте я вам расскажу красивую историю. Приехал журналист ко мне буквально два дня назад. Кто мне какой-нибудь журналист, журналист газеты «Фигаро» из Парижа, русский корреспондент. Говорит, вот видел Наталью Васильевну Зубаревич, велела вам кланяться. Ну, думаю, если кланяться Наталья Васильевна Зубаревич, ну, как мне не поклониться в ответ Наталье Васильевне? Я ей написал, Наталья Васильевна, ответный поклон из Пскова. И вот наша с ней беседа завершилась тем, что сегодня вы все имеете, на мой взгляд, удовольствие слышать и видеть Наталью Васильевну Зубаревича и ее рассказы о свете в конце туннеля, о настоящем и будущем российских региональных столиц. Огромное спасибо всем, кто был вместе с вами, вместе с нами, все эти полтора и с хвостиком академических час. Наталья Васильевна, вам низкий поклон, сил и здоровья. Вы нужны нашей стране. Спасибо большое. Друзья, Гражданин ТВ с вами. Подписывайтесь. Наталья Васильевна, 15-30 секунд ваше заключительное слово к аудитории. Вот что хотите, то скажите. Спасибо, что позвали. Дико интересно говорить про регионы. Мое любимое занятие. Вы мне сделали подарочек. Спасибо. Друзья, всем большое спасибо. Это был канал Гражданин ТВ. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. Будем жить.